Это мясо привезли из деревни Кулмакса. Там скотину разводят в домашних условиях, кормят натуральным кормом, а забой производят за день до продажи. Так что на прилавках мясо свежее. Потому что тут все свежее, все свое выращено, своим хозяйством. За качество своей продукции фермеры ручаются. Да и проходимцы здесь оказаться не могут. На ярмарке зарекомендованные фермеры с многолетним стажем. Перед продажей их продукцию тщательно проверяют ветеринары. К нам приезжает ветеринарная служба. Государственные осматривают уже живое поголовье. После чего мы делаем забой. Потом опять мы его везем в ветеринарную службу. Там делают осмотр. И потом после этого уже клинят. И мы выезжаем сюда на ярмарку. Ярмарки привлекают покупателей доступными ценами. Здесь они одинаковые. С кем-то можно и поторговаться. Например, за килограмм говядины фермеры просят 280 рублей. Свинина обойдется в 240. Баранина в 300. Хит новогоднего стола – краснокаткинский гусь. Его цена – 400 рублей. Это индюк, куры бролерные, утка, гусь. Народ берет, нравится нашей продукции. Потому что свежее всегда. Долго не хранится. Уходит товар. Мясные базары в Нижнекамске уже давно стали традицией. Их устраивает в целях поддержки местного производителя. Да и покупатели в полном восторге. Вот сейчас есть дешевое мясо по 240 рублей говядины без костей в магазине. Но она выглядит достаточно страшно. А здесь все-таки свежее. Вот женщины продают свое мясо. Не перекупы они, не что-то. А именно свое мясо. Очень хорошо. А что купили? Голову на холодец. К Новому году готовиться же надо. Нравится. Все свежательно. Спасибо нашим деревенским. Кормят нас здесь. Мясо хорошее. Мясные ярмарки будут работать каждый выходные до 31 марта с 8 часов. Возле Магнита на Южный и на территории рынков. Комета и Бызовский. Регина Сулейманова, Рафаэль Рекипов. Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин